Незаметно для себя мы все-таки привыкли пользоваться смартфонами в обычной жизни, и не только для того, чтобы позвонить или отправить смс. Сфотографироваться, найти что-то, посвятить себе. Привычным делом стало чтение новостей по дороге на работу, получение... За рулем. За рулем, кстати, в пробочке спокойно абсолютно. Почту отправил, так сказать, какие-то элементарные вещи. Ну и вот для статистики, сейчас уже 60% российских пользователей старше 12 лет активно используют мобильный интернет. Всего сотовыми телефонами пользуются 95% россиян. 95% россиян. Но как же из всего многообразия выбрать то, что нужно, и что сегодня предлагают производители? Да, об этом мы сегодня поговорим с нашим гостем в нашей студии, продавец-консультант сети магазинов «Дисконт Революция Цен» Илья Ворок. Илья, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Итак, Илья, смотрите, какая штука. Значит, вот мы еще десятилетия назад радовались вообще кнопочным телефоном, и то, что от пейджеров мы перешли вообще-то к телефонам, это уже была победа. Когда надо было очень быстро позвонить и сказать там. Сейчас есть телефоны, которые разблокируются от отпечатка пальцев, взгляда человека. Сканеры лица. Как вы представляете, что будет в будущем? В будущем, ну, на самом деле, даже никто не может ответить, потому что все-таки технологии расширяются, все это быстро, так вот все как-то импульсивно растет. Поэтому могу единственное, наверное, сказать, что все-таки сейчас, ну, ближайшее, наверное, в будущем будет все-таки, ну, наверное, что-то такое, как сказать, бум, по одной простой причине, облачное хранилище, да, все-таки мы, вот вроде такой способ информации, раньше флешки были, да, microSD, ну, они все терялись, сломались, не подходили, а облачное хранилище нам все вот это заменило, да, то есть, ну, хотя раньше мы этим не пользовались никогда. А это память вообще безграничная или нет? Вот я, честно говоря, все пытаюсь. Она, да, то есть границ на самом деле нет, то есть, вроде нам говорят, там, у вас есть там 8 гигабайт, да, свободной памяти, там, 50, там, 60, ну, в любом случае, это можно все расширять, это все, ну, прогрессирует. Хорошо, вот смотрите, сегодня вы пришли к нам не с пустыми руками, я, честно говоря, как владелец Самсунга сразу поглядываю вот на эту коробочку, друзья, сколько сейчас нынче стоит-то, ну, так вот, для, за 60? Ну, нет, ну, не за 60, это... Не за 60, чуть поменьше, да? Нет, это поменьше, так, можно сказать, так, за 40. А давайте, знаете, как еще будем говорить, будем говорить про телефоны, про их функции, какими функциями чаще всего пользуются вообще люди? Ну, большую часть населения, даже не только Россия, вообще по всему миру пользуются все-таки интернетом, потому что... И не важно, какая функция в телефоне, да? Ну, да, конечно, да, потому что даже взять себя, да, я проснулся утром, что первым делом делаю, посмотрю новости, конечно. Но все-таки каждый телефон поддерживает правильно разные опции, и наверняка вот в более вновейших телефонах можно что-то сделать, ну, более, так скажем, модное, правильно? Конечно, да, то есть везде, в каждом телефоне есть свой функционал, то есть в зависимости от того, что вы хотите, то есть где-то есть хороший аккумулятор, пожалуйста, да, будет вам хорошая, где-то есть хорошая камера, пожалуйста, будет хорошая камера, то есть и можно, конечно, скомпоновать все это вместе, то есть и создать такой, как говорится, идеальный образ вашего телефона. Ну, вот давайте так, как мы правильно понимаем, у нас сейчас в студии находятся сразу четыре телефона, которые вообще разительно друг от друга отличаются. Конечно, конечно. Как мы понимаем, есть основные два конкурента. Это Samsung. Это яблоко откусанное и Samsung, они стоят примерно, ну, вот туда вот за полтинчик. За туда, да. Много. Есть вот, это же кто, китаец? Все верно, да, компания Xiaomi. Китаец. И это что, Nokia? Нет, нет. Это Intex. Intex, да, индийский бренд. Ты что, не знаешь? Ага. Разница между ними в десятки тысяч рублей. Ну, где-то да. Вопрос, какой из них самый лучший? Вот какой покупать? Вот нормально, телезрительная сейчас смотрит. Хорошо. Что купить-то? Если вы хотите себе отличную камеру, так. Если вы хотите себе аккумулятор, так. Пожалуйста, можно взять то же самое с Xiaomi. Так. И по деньгам будет очень выгодно. Но если вы хотите более какие-то другие функции взять, поноверить, то же самое, допустим, разблокировку лица, пожалуйста, можно сделать и здесь. Ну и статуснее, мне кажется, да? Все. Давайте так, да. В итоге каждый-то выбирает по себе. Конечно. Что тебе важно? Тебе важен логотип на телефоне или его функционал и стоимость? Ну что же, я думаю, что мы немножечко, по крайней мере, разобрались с этим вопросом. Спасибо вам огромное. Нашему эксперту у нас сегодня был, да, человек, который разбирается абсолютно во всех телефонах. Итак, продавец-консультант сети магазинов Дисконт, Революция Цен, Илья Ворок. Революция Цен, Илья Ворок.